Сегодня разберем новый прогноз Светланы Драган на ближайшее время, вплоть до 2024 года. История прогнозов Светланы, многие из которых мы разбирали на этом канале, а они до сих пор доступны по ссылке в описании в плейлисте, где все ролики о будущем. Говорит о том, что большинство событий действительно астрологически предсказуемы. Очень многое из того, о чем предупреждала астролог, уже сбылось. Данный прогноз опубликован на официальном сайте Светланы Драган. Все ссылки на первоисточник и сопутствующие прогнозы найдете также в описании. Итак, что ждет мир дальше, согласно астрологическим данным? В конце апреля этого года запустилось колесо событий длиной во много месяцев. Это месяцы радикальных перемен. В России же, согласно анализу Драган, намечаются удивительные перемены, связанные главным образом с властью в стране. Астролог предсказывала предательство внутри России, которое впоследствии свершилось. Светлана Драган писала, что еще до октября 2023 года будет развернут очень горячий сюжет, который может не сразу раскрыть свой замысел. Цитата. Но он, тот самый сюжет, ведет к принуждению властей России самого высокого уровня пройти радикальную перестройку и вынудит начать менять управленческие аппараты на самом высоком уровне. Особенно это будет касаться силовых структур. Но наиболее ярко это может проявиться к району 5-10 июля 2023 года. Конец цитаты. Все же, вероятнее всего, этот прогноз уже сбылся. И это как раз и есть тема событий Пригожина и Вагнера. Об этом говорят следующие слова астролога. Но в конце июня, а больше склоняюсь к тому, что ближе к 5-10 июля 2023 года видится военный накал. Для России это выглядит крайне серьезно и поворотно. Кроме того, что это будет даже опасно, события могут поставить ребром вопросы управления, как в силовых структурах, так и наметить демонтаж прежней власти и перегруппировку в рядах управления. Не исключаю, что в эти времена Украина может попытаться применить некое новое оружие. Конец цитаты. Но что же дальше? Теперь для России начинается главное время противостояний и противоречий. И вот почему. Астролог утверждает, что глобальные мировые планы содержат в себе уникальную информацию. Для каждого из нас это настоящая фантастика, настоящий удар. Потому что истинно они таковы – создание кластерного концлагеря. Астролог утверждает, что этот план уже находится в режиме реализации. Стало быть, если никто не будет противостоять агонии нынешних мировых элит, человечество обречено. Но дело в том, что Россия сегодня, как и предсказывали великие прозорливые старцы, первая вышла на путь отвержения такого сценария, на защиту истинных ценностей. Тем временем, что касается самой спецоперации, по крайней мере до осени 2023 года ждать каких-то переломных моментов и кардинальных перемен в ее ходе не стоит. Россия перенесет период давления, а ситуация на фронте все еще будет тяжелой и неразрешенной окончательно. Согласно прогнозу Светланы, поворотным месяцем конкретно для России станет август. Тогда, особенно в период с 5 по 14 августа, можно ожидать смены стратегии управления, что не только касается вопроса СО, но и экономики страны. Свершается вынужденный исторический поворот, и, по словам астролога, это время, когда лидер России должен будет принимать судьбоносные для страны решения. Если вы смотрели весь наш цикл видео о предсказаниях, то прекрасно знаете, что не только астролог Драган, но и гений математики Седик Афган и знаменитый американский пастор Рик Джойнер, и даже знаменитая Ванга в разные времена предсказывали эти события. А именно то, что главе Российской Федерации выпадет на долю решать судьбу страны, и от его решений будет зависеть дальнейший путь России. Что именно этот человек нужен стране и миру для того, чтобы принять верные решения, что только он может это сделать, обладая всеми необходимыми качествами для свершения исторической миссии России, что выражается в поддержании истинного вектора развития всего мира, духовности, прогресса, а не потворства низменным страстям и деградации с последующей реализации сценария мирового кластерного концлагеря. Ведь то, чего добивается западный мир, это привести каждого отдельного человека к состоянию, когда ему будет казаться, что все дозволено, все разрешено, что нет запретов и нужно жить только так, как хочется, без оглядки на последствия и содержание своих поступков. А в определенный момент такие люди столкнутся с массой проблем, разрешить которые, не имея денег и власти, они не смогут. Чтобы удовлетворить свои элементарные потребности, им нужно будет подчиняться тем, кто придумал для них новую жизнь. Более подробно тема была раскрыта в предыдущих роликах. Именно так становятся рабами системы, которая полностью подчиняет человека себе. Таким образом, он становится заложником материального мира, духовная составляющая перестает иметь значение. Но вернемся к прогнозу Драган. На фоне действий лидера России, пишет Светлана, будет ощущаться некая рассинхронизация с историческим ходом страны. Речь идет, скорее всего, о том, что принятие судьбоносных решений для страны будут сопутствовать такие события, которые расшатают привычный уклад жизни россиян, попытаются расстроить планы России. Поэтому для многих поступки лидера РФ будут выглядеть ошеломляющими или удивительными. Не сразу все сложится так, как было бы лучшим образом для страны, но в конечном итоге все наладится, и эти решения окажутся правильными, сольются с правильным историческим вектором развития России. Светлана пишет, цитата, «Несовпадение той риторики и духа, которая создается в стране нового типа и действий властей. Очень опасное время для Путина – 24 июня 2023 года и 5 ноября 2023 года». Конец цитаты. Ближе к 18 августа 2023 года политика явит россиянам новые лица в государственном управлении. Что же касается октября 2023 года, астролог считает этот месяц ключевым по части будущих перемен. Лидеру России предстоит принять еще одно важное решение, которое в конечном итоге, судя по сложившейся астрологической карте, окажется верным. Конкретные числа. Период с 14 по 28 октября. В один из этих дней накал напряжения достигнет пика. Начиная с 21 октября вопрос Крыма станет наиболее остро. Давление на Россию, особенно в экономическом плане, будет выглядеть как блокада. Внимание! Это время очередного, судьбоносного решения Путина. Он примет, наверное, самое сложное решение в своей жизни и политической карьере, когда людям будет казаться, будто он сошел с ума. Через 4 дня, к 25 октября 2023 года, он будет поддержан в своем решении партнерами. И это запустит вторую линию событий. Конкретно вот каких. Многие из стран оппонентов будут поставлены в очень трудные условия. Будут вынуждены возвращаться к поиску решений в экономической и прочих сферах, где горизонты могут выглядеть весьма неприглядными. И то, что весной 2023 оказалось возможным, может закончиться неудачей. Планирование может оказаться затруднительным. Конец цитаты. Видимо, Западу и Европе настанет пора пожинать плоды собственных действий, причем не где-то далеко, а внутри своих стран. Что касается 2024 года, Драган пишет, что вновь будет историческая необходимость смены власти, но не уточняется, какой конкретно властной структурой. Это время идеологических перемен и нечто вроде переворота. Далее произойдет переизбрание лидера России на новый срок. Никто не сможет занять его место. Светлана пишет, что у президента произойдет мощный переворот сознаний, достаточный для того, чтобы управлять новой Россией, как пророчествовали прозорливые старцы, идущие к становлению мощнейшим государством на планете. Очень важная цитата о России. Послушайте. Страна пробуждается к новой жизни, к своей мощи. Но реальный поворот к новой эпохе, как для России, так и для всего мира, будет иметь точку отсчета примерно с 28 января 2024 года. Может быть, это не сразу станет понятно, но математически это начало нового исторического сценария. Для России это выглядит как исключительно сильное продвижение вперед, начало усиления. Будет дан старт новой идеологии, новой экономики и финансовой политики. Звучит громко, но на самом деле это скорее задание направления, так как год еще не готов к полноценной реализации новых планов, а только начинает настраиваться на новый вектор жизни. Даже перестройка самой страны впереди, ближе к весне. Но это линия разделения исторических процессов. Конец цитаты. А вы что думаете о новом прогнозе Светланы Драган? Давайте обсудим в комментариях. И если вы смотрите это видео уже в 2024 году, напишите, что и сказанного сбылось. Пожалуйста, если понравилось видео, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть ролики о будущем. Также, если есть желание и возможность, поддержите наших авторов на Бусти. Все ссылки под роликом в описании. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok